Приветствую всех любителей пошаговых стратегий вообще, Сидмерс Цивилизейшн 6 в частности. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. И я на последнем уровне сложности, на божестве, пытаюсь пройти Сидмерс Цивилизейшн 6. Ту самую на новой карте Средиземноморья. Цивилизации Средиземного моря. Короче, создать Римскую империю. Если вдруг вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую начать смотреть с самого начала прохождения. Ссылка есть в описании. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им большое за поддержку. Выключаю свою рожу и продолжаю пытаться забрать Венецию. Давайте, наверное, сначала пообстреливаем. Ну так, пока слабенько фрегата, но в принципе мы ее доковыряем, как вы понимаете. Так, тут, видимо, придется отойти. Поль на палатник убьют. Обстреливаем пока. Мушкетеров. Встану, скорее всего, он подойдет сюда, этот мушкетер. Подождем. Забираем инженера. Тем не менее, я думаю, что Галикарнас мы сможем и так достроить. Пять ходов. То есть я пока сюда... Хотя... Ну там все равно два заряда, понимаете, у инженера. У инженера два... Наверное, все-таки я его переброшу. Доделаем Галикарнас, чтобы уже 100% было. Так, пожар пофигу. В кольяре недостаточно жилья на производство пока. Так. Мы исследовали что? Что тут новое открыли? Что мы сейчас открыли? Бонус... А, да-да-да, я открыл морскую инфраструктуру, по-моему. Как я называю? Морскую традицию. Чтобы получить посла, балетту перекупить. Давайте, наверное, пока национализм начнем открывать. Еще я хотел здесь заменить плюс 100% морских юнитов. Вот, правда, на что? Давайте глянем. Тут-то я тут все оставляю, как есть. Средство Гавани тоже приятно, тем более, когда там верфи построены. То есть это плюс к производству. Но я не хочу ничто из того, что тут стоит, менять на это. Поэтому либо содержание юнитов взять... Кстати, а что с углем? Мы же уголь открыли. Есть ли у меня вообще уголь? Блин, у Венгрии, да? Давайте... Ну, охренеть. Из того, что я вижу, угля нету вообще, да? Ну что, придется потом у Венгрии тут отжимать. Чего Венеция вот эту клетку не захватила в свое время? Ну, печаль. Давайте, наверное, научную теорию. Потом пойдем в осадную тактику. Или паровой дверь... Ну, как бы... Я броненосца не могу делать, потому что у меня нет угля. Как бы смысл мне паровой двигатель открывать. Или в самолеты вообще пойти. Но с другой стороны, смысл... Смысл этого без нефти. Поэтому, пожалуй, пока сюда пойдем. Блин, мне бы рыцаря... Мне бы реально рыцарем кого-нибудь убить. Надо отступить подальше. Так, тут убираем рис. Ничего, что это в Милан добавилось. Как раз десяточка. Все равно я... Сюда правительственную площадь буду ставить. Ну, блин, в Милане еды не хватает. Ну, ладно, одиннадцать ходов как-нибудь выдержим. Из Казенцы в Амбуас. Нет, вообще в Амбуас у меня уже несколько бега. Давайте, наверное, в Руан. Тут надо открыть проход. Чтобы до Парижа тоже... Добивало. Плантации, потому что тут сейчас... Будет еще плюс одна пища ко всем плантациям. Верфь, верфь. Ну, давайте, наверное, пойду здесь. Лесопилку пока вот эти места оставляю. Для того, чтобы там можно было убрать лес и шахты поставить потом. Так, сколько у нас до конца века? Семь ходов. Мне бы надо еще один город, на самом деле, поставить. Сколько купить? Семьсот шестьдесят. Надо попродавать... Железо и лошадей. Ну-ка, у Финики как? С деньгами не очень. Ну, вот давай за сотню. Сколько тебе ты... Пятнадцать, окей. Дальше... Железо, Александр. Еще десять лошадей, десять железа можно попробовать. Семьсот шестьдесят. Давайте в Франции. Не, у Франции катя лошадей и так дофига. Это раз селитру. Мне что-то селитры и не очень осмотрю. Не, Франция. Так дела не делаются. Извини. Кто еще лошадей хочет? Крек, например. О, у него коти денег дофига. Так, хорошо. А за двести? О. Нормально. Ну, все, следующим ходом куплю поселом. Давайте теху украдем. Надеюсь, тут Кале находится, жалко ли не... А, вообще, я могу посмотреть. Не, Брэдфорд какой-то. Неисторичненько. Мастерская. Мастерская. Ну, Верфь, наверное. Лучше Верфь. Просто и... Еду дает, и жилье. Пока бонусы соседства гавани нет смысла ставить. Но вот это 100 убрать надо. Ну что, содержание юнитов. Так, послы от Вавилона. Медресес Мкаре. Крутая гавань построена. Продолжаем требушеты прокачивать. Тут берем прокачку, потому что плюс 7 против укрепления района быстрее намного будет сноситься район. Это хорошая прокачка. Так, правительственная площадь. Пойдем, наверное, китов обработаем. Неужели здесь киты плавают? Блин. В Адриотическом море киты? Что-то странно. Так, что я тут хочу лошадью еще увидеть. Да, ну тут конкретно, конечно, Германия с Францией. Очень странно, все равно Франция слабо расселилась. И я уверен, что на Пиренеях тоже слабенькое расселение. Так, давайте-ка мы посмотрим. Отлично. Геликарна сразу готов. Тогда я не буду дальше вырубать по колеса. Сделаю шахту, а тут... Хамурапе нравится, что я чудеса строю. А тут я буду... Вот эти улучшения лян. Не, Палермо должен быть очень крутым городом в итоге. А, и валет тут давайте. Союзить я хочу... Есть. Пошли по городам. Ну не знаю, стоит ли мне... Стены, например, покупать. Я думаю, что нет. А вот всякие водяные мельницы с удовольствием. Если бы мы пытались культурой побеждать, то, конечно, древние стены имело бы смысл покупать. Потому что они... Туризм потом дают. Так, ну вроде все. Теперь в кольяре покупаем поселы. В Турине. Ну давайте, кстати, ступы... Где это возьму? Давайте глянем. В Риме плюс три. Да, тут ступы на плюс четыре. То есть... Есть как раз вырасти куда. Так, в Турине храм закончил. Ступу покупаем. Фабрику строим. В Неаполе верфь. Храм. Храм вместо университета. Все прям как будто не Италия, а Россия. Ну да ладно. Извините, что я опять на игровом канале про политику. Блин, опять я тупанул. И поставил... Надо было поставить вместо макеавиализма этот... Учетные банки. Ну ладно. Ну это не прям уже так серьезно, на самом деле. Макеавиализм тоже ничего. Так, ну... В Париж. Потому что у меня все больше бегает в другие страны, на самом деле. Караванов. Так, пожалуй, вот здесь сделаю... Лесопилки. Тут я к китам иду. Тут я стою и лечусь. Тут мы побережье исследуем. Что-то крит вообще не заселен никак. Ваячу гавань маяк. Ну, дальше надо деньги будет в Путеолах купить... Рабочего, конечно, и пойти вот... Вот эти вот холмы обработать. Хоть производство появится. А то город вообще без производства стоит. О! А что нам дальше? Какой район-то? Так, промышленная зона. Плюс один, плюс один, плюс два, плюс один. Тут будет катекампус на плюс три. Бани нигде не ставятся. Может тут заповедник все-таки бахнуть? Нет, все-таки не очень. Ну, давайте парочку рабочих я тут сделаю. Вот тут, наверное, все-таки я буду кампус ставить. С Дидона я бы теперь... Блин, невозможно экономически... А, я экономический сет и сделал. Ну, я бы военный, кстати, сейчас с Вавилоном скорее заключил. Давайте с ней тогда культурный. А с Вавилоном военный. Так, вот у меня три дружочка есть. И, по-моему, я ресурс уже смотрел, что у меня со всеми... То есть я уже торгую всем, чем только возможно. Александр Македонский дружбу. Ну, союз с Александром Минадом, я там шпион сидит. О, испанец осуждает, ничего себе. А че это? И венгр осуждает, интересно. Непонятно. Непонятно, но очень интересно. Что у меня... Кто-то про мышленную зону сломал. И мы с Волкой. Так, и этого сразу тоже качнем. Пока стоим здесь. Ну, просто бомбарды очень быстро размотают. 35 против мушкетеров не очень... Не бомбарды, в смысле, требушеты. А вот если бомбарды мы откроем, я опнув бомбарды, это норм. Ну, тут я и так, мне кажется, Венецию доколупаю. Не очень важно. Так. Все-таки надо тут убрать лес и кампус поставить. Так, а вот тут интересно, какое я еще хочу чудо. Из того, что у нас есть. Серьезно, мастерскую сломали. Ну, вообще, Тори Дебелен интересно было. Ну, Рурка тоже, но с Руркой проблема у меня рядом с рекой и рядом с промышленной зоной. Мне кажется, просто места нигде нету. А, слушай, а вот тут Рурка встанет, между прочим. Рурка должна быть рядом с рекой и рядом... ...промышленной зоной. Кайф. Тогда перебрасываем просто парня вот сюда. А этот идет сюда вырубать лес. Это мы подождем, когда мастерская... Там родофабрика еще нужна. Если мне не заменяет память... Да, фабрика в промышленной зоне нужна. Так, ну что, я успею доплыть, интересно. И мы посмотрим, какая тут территория. Я бы где-нибудь тут поставил город. Мне надо успеть до конца века. Ну, тут вообще сейчас далеко будут плавать. На пять клеток должен успеть. Ну, чтобы получить трех... Три населения. Ну, лошадка, ты гадым? Ага, Реггенсбург. Ладно, понял. Так, а с Германией вообще... Как насчет мира? Война, потому что он... Франции войну объявил. Я просто в Союзе был. Фин. Смотрите, Германию... Германию не любит вообще никто. Вообще со всеми проблемы. Наказание помощи. Десять ходов. Но я тут конкретно в Лиде. Я думаю, пока можно завершить. И... Центр коммерции. Из них, как я буду расширить свою империю синий, буду сражаться за свой народ? Я вон как раз сражаюсь в Венецию пилю. Боже, Египет войну объявил. Ну, Египет, видимо, финики и опять войну объявил очередной раз. Такая неугомонная Клеопатра. Ух ты, экономику добыли. Это круто. Сейчас до максимума прокачано. Шпион будет, наверное... Наверное, хищение средств. Так, а тут берем... Брать или не брать? Дает бесплатный экземпляр редкого ресурса. Мне что-то не очень. Давайте откажемся пока. Так, в Триесте зал для приемов. А вот какого губера? Три. Я бы, наверное, Рейну взял. Вот тут пять. Гавань на пять. То есть сюда на десять можно будет. Хотя и Кальяри хороший город. Типа Тиолы надо решить, как назвать. Или, может, так пускай уже будет Патиолы. Тут... Ладно, хочу... Хочу Ваячу почему-то. Рейну отправить. Так, тут фабрику. И вырубаем лес. Так, тут вырубаем лес для кампуса. Ну, я тут... Если будут извержения вулкана, я не буду лян прокачивать. Тут ради одного... Ради одного района, мне кажется, не стоит. Так, тут мы ждем начала строительства Рурки. Не, я не хочу требушеты терять. Честно говоря. Лучше подождем. Я, наверное, прямо на апельсины поставлю. Мне игра тут предлагает. Но мне хочется на апельсины почему-то. О, какой-то город по лояльности отвалился. Интересно, кто тут... Мне кажется, Англия тут поставила какой-то город и отвалился он по лояльности. Прикол. Так. Я, во-первых, здесь хотел рабочего купить. Во-вторых, мне нужен рыцарь. Где-нибудь. Ну, вообще не где-нибудь, а вот здесь, чтобы им убить. Но тут, блин, юнитов нету. У венец. Так, наверное... Так что, наверное, я просто так открою уже военную науку. Я думаю, этого коня можно возвращать в стойло. Два посла, я в Женеву отправлю. Ну что там, университеты у меня уже есть. Местами так, ступу покупаем. Университеты строим. Где еще могу ступу купить? Вот здесь. Все такие счастливые у меня. По городам. Такие счастливые. Я так рад жить в Римской империи. Валету перекупили. Ну, сейчас мне уже валета не нужна. Я уже, по-моему... Хотя... Блин, там сейчас... Я новый город поставлю. Там бы можно было сразу купить. Но там, по-моему, особо много и не купишь. Там нету... Не реки для водяной мельницы. Но амбар можно было бы сразу, да? Да, амбар было бы круто. Так, крутой коммерческий район в Милане. Что-то в Венеции снизилась... Защита, потому что кто-то вывел... Мушкетера зачем-то на улицу погулять. Ну, надо только... На руку. Даже, наверное, проатакую... Каравеллой. Так, бегал в Неаполь. Ну, давайте в Ларошель. Я поставлю через два хода карточку на... На... Иду и производство от... Караванов к иностранным государствам. И там будет прям... Огонек. Понто Дель Гаде. Интересно, это испанский бывший или португальский город? А, ну, судя к тому, что к Испании отваливается, видимо, португальцы поставили все-таки. Немножко бессмысленно. Так, ну, я думаю, что каравеллы и нету смысла туда плыть. Я тут так чисто позасвечивать территорию чуть подальше. На африканском побережье. Конечно, Африка вообще не заселена. Компьютер вообще... Пофигу ему на заселение. Куда-то переплывать? Нафиг надо. Блин, военная наука. Так я и так сейчас открою военную науку. В Милане центр коммерции рынок. Блин, а как бы мне в Милане... Может, вино дать Милану? Ну, просто... Или вот эту хотя бы. О, шесть ходов. Ладно. Потерпим. Ну, вот видите, нету угля. Надо ставить угольную электростанцию, потому что она 10 производства даст. Ну, как тут по-другому? Опять к моему гайду про электричество. Что электричество, конечно, круто, но... Угольная электростанция с 10 производства. Тем более, что до нефти мы еще не дошли. Не открыли даже... В принципе, нефть. Нет, не буду. Торговать. Капер убили, прикинь. А как это он так убил мне Капер? А, вот как раз с требушетом. Черт, я забыл, что требушеты, конечно... По морским юнитам круто бьют. Блин, я бы тогда отошел пока каравеллы, честно говоря. Иначе будет нечем захватывать. Ну, а с другой стороны я могу какой-нибудь этот... Наземный юнит на воду спустить. И захватить вот хотя бы вот эту штучку. Так, я, видимо, все-таки в темный век свалюсь. Пошли в авиацию. Я, по идее, должен... Рурочку. Если уж 12 ходов, это долго. Так, только на 9... А, ну, благодаря геликарнацию я еще раз смогу использовать. Да, норм. Я думаю, что Рурку мы построим. Что там у Египта свиняки? Что они там воюют постоянно? Они шо бы... Обе иудейки. Что они... Что они поделили? Вообще, Египет со всеми воюет, я смотрю. Что у нас вообще по развитию? Вавилон опять как-то не показывает крутых результатов. Вообще, Египет впереди. И он уже здесь. Где-то. Блин, а может мне все-таки в переработку идти? Тем более, что я угольную электростанцию сейчас построю. Ну, безоружейный. Безоружейный уже. Два форта. Хотя, военный лагерь я бы хотел построить. Конечно, Палермо очаровательно выглядит. Что я тебе высажусь? У тебя есть чем поплавать. Почти, я там... Казалось, я не обработал китов. Ну, Милан, торговца. Казенцы у нас верфь. Кампус. Да, Капер жалко. Не ожидал я, что. Убить. Ну, суть, что я теперь за фрегатой, кстати, боязно. Сто семьдесят, сто семь. Нам обоим знакома сладкая тоска по морю. Видимо, у меня тоже флот неплохой. Ауч. Ну, ладно, это простоит. Блин, в нормальный век. Пятьдесят процентов производства антикавалерийских. Поражение меньше боевой мощи. Ну, кстати, возможно, боевую мощь это ничего такая штука. Посмотрите, как бы... Сейчас минус три... Нет, не минус три. Минус четыре от поврежденный юнит, да? То есть у меня 58 сила. А если я эту штуку поставлю, то как бы будет минус два. Давайте глянем. Только не вместо ремесленников, конечно же, блин. Стоп. И чуть не забыл учетные банки. Вот видите, минус два фрегат. Блин, жалко, не добил стены. Ну, не должен вроде... Не должны вроде фрегат убить. Знаете, может, я все-таки требушет тогда подведу. Надо было сюда ввести требушет. Так, Рейна. Магнус, Виктор, Амани. Ну, сразу шестнадцать. Ну, тут просто изначально вообще производства практически нету. Так, Карфаген, наверное, с камня начнем. Да, Геликорнас тут, конечно, хорош в Палермо. Просто вау. Палермо 14 науки выдает. Чисто от Геликорнаса даже еще кампуса нету. 28 производств. Ну, кайф. Палермо 14 науки. Ну, кстати, Гелакиси Ваня. Вот кто ее построил. Ну, это, кстати, это, по-моему, или португальская, или испанская реально. Ну, вот, в реальном мире. Давайте я все-таки, наверное, Рейну на начальника порта, чтобы там производство плюс стало. То есть, так, пять, еще будет плюс десять производства. М-м-м, Персии и Вавилон объявили войну Византии. М-м-м, Маяк Ваячо. Производство и так, только оставлено и в путелах. Не, пускай так стоит. Все, зашибись. Зал для приемов три есть. Так, что у нас время тут куча счастья. Нет, не стало куча счастья. Ладно. Вот я думаю, стоит ли мне часовню великого магистра. Наверное, все-таки стоит. Куплю... Ну, чего мне разведывательное управление? А так я куплю юнит и за веру сделаю корпуса и армии, например. Так, национализм открыли. Пошли в строительную инженерию. Ну, Германия хочет. Франция больше не стремится к научной победе. Удивительно. Может, потому что уже... Их Германия чуть не попилила. Фуф. Выстоял. Ну, нормальный век не так прикольно, как темный был бы. Успешно добыта баллистика. Все, зато теперь у нас больше Венеция меня не обстреливает. Ну, я думаю, мы следующим ходом... Да, я думаю, следующим ходом берем город. Героический век для Португалии. Немножко поздно. Должно быть, конечно, возрождение было героическим веком для Португалии. Так. К оружию. Каждое здание промышленное. Каждый успешно торговый путь. Ну, континенты уже тут мы не будем открывать. Это сто пудло. То есть, либо реформа, либо пульс паровой машины. Знаете, наверное, пульс паровой машины. Создать дипломатический портал. Торговый путь к Кардифу. Оперы и балет. Переработка баллистика. В Милане торговец. Эти, наверное, банк. Надо два банка еще сделать. С Казенцев в Париж и из Путиолов в Париж. Давайте я из Рима попробую в Париж. Он не пока. Почему-то глюк какой-то, который не показывает пути из столицы. Так, пора кампус на плюс четыре делать. Промышленная зона. Всего лишь плюс два. Театралочка. Ну, бани не хочу я здесь. О, кстати, может тут военный лагерь построить в итоге? Вот здесь. Да, давайте. Кайф, конечно, Палерма. Просто чума. Мне бы, конечно, еще этих апельсинок обработать. У меня нету апельсинок. О, Испания захватила порта. Это португальский город был. Все-таки война Испании с Португалией в пользу Испании сложилась. А тут английские армады плавают прям. Великобритания владычица морей. Похищать нечего. Давайте в Египет тогда перебросим. Что Египет впереди по науке. Как ни странно. И будем там воровать техи. Так, я могу еще караван купить. Казенца Париж. Давайте в Казенце. Кольяре, гавань, маяк. Надеюсь, это не Рурка. Нет, это же Махал. Слава богу. Так, Дидона объявила войну Периклу. На 100% больше претензий. Там никто не любит немца. Давайте за него проголосуем. Юниты с указанным повышением. Плюс 5 к боевой мощи. Давайте дальнобойность. Ну, потому что осадные юниты. Хотя у меня осадные были. Легкая кавалерия. Ну вот. С немцем я реально угадал. За него Алия Нора. Ан... Э, Япония. Тьфу, Япония. Польша. Португалия. Фига, Венеция центр коммерции построила. Просто интересно, а не гавань. Представляете, Венеция без... Ну, хотя Венеция и с центром коммерции, конечно, понятно. Но все равно. Очень как-то... Странно все это. Так, сколько там Рурка? Прихода. Прихода. Не думаю, что кто-то... Позарится на нее. Ну, производство-то, в первую очередь. Надо понять, в Петелок вообще нету, не было никакого производства. Хоть сейчас хоть что-то появляется. Ну, конечно, кампус... Нужен будет... Нужен будет... Ну, если надо Магнусов Турин. Так, кто там кому? Дидона Периклу. И Жоан Периклу. С Египтом я еще мир не могу заключить. Нет, два хода. Так, тут у нас все еще Яли. Там, по-моему, больше не из тех, кто проголосовал за помощь, вообще никто ничего не делает. Так что два очка дипломатической победы я получу. Вообще, я, Катя, удивлен, что именно Египет лидер по науке. Блин, там своим миссионерам хотят разобраться. Создание строителей и всех чудес нет, пожалуй. Ладно, ребят, я пойду. Можно. Приступу к угляту ту Испанию. Просто уничтожили город, смотрите. Он к Испанцу отвалился, и Испания просто сказала нафиг. Уничтожаем. Так. Вообще-то нам надо три вот этих там линейных чего-то, что, наверное, стоит апать. Блин, 205. Карточка нужна. Не содержание, скидка в золоте. Да, блин, опять я не то поменял. Так, а где еще один? Тут на эпоха селитра не хватает, да? Ну, следующим ходом, походу. И я, по-моему, еще могу... Да, торговца купить. Из... Я, наверное, из Туринов в Париж. Меньше денег, зато больше производства. Ну, кстати, давайте шпиона доделаем. Это второй. Так, военный лагерь. Конюшни. Тут... Виктора. Давайте в Неаполь. Так, ну тут я уже... Смотрите, тут проход в одну клетку, тут проход в одну клетку. Хотя, смотрите, тут два... Какой-то хороший город был бы, если бы кто-нибудь поставил. Тут Женева, тут проход в одну клетку, так что... Я думаю, я полностью защищен со всех сторон. Можно юниты просто расставить по городам, как гарнизоны. Мне несколько корпусов сделать. Купить просто за веру... Юниты. Жалко, жалко вот этот... Не достался... Ой, блин, тут у меня есть рабочий. Не достался. Ну, кстати, у нас тут кампус. Вот сюда офигительный встанет. На плюс четыре. Так, ну чё, с кем ещё теперь повоевать? Валетту захватывать не хочу. Может... Перикла распилить? Давайте с Польшей дружить будем. Я не знаю, мне кажется, Спарта будет всё-таки отваливаться к Македонии. Хотя тут не особо большие города. Ну, вообще, я бы, наверное, поплыл... Спирикл, он реально повоевал. Не, ну а чё он? Так, строительная инженерия. Пожалуй, сначала урбанизация, а потом колониализм будем откачивать. Что-то я вообще на культуру в этот раз забил. Ну, этого рабочего. Этого рабочего. Давайте сюда вырубаем леса под Магнусом. Золотовласку хочет мне отдать. Нет, не хочу Золотовласку. Ну, уже вот у меня реально настоящая Италия. Ой, а чё это я с Валетой воюю? Ничего себе. Так, а кто там ещё пытается... Блин, сейчас же там вступят. Вот мне Венецию надо защищать. Слушайте, зря я... Давайте я волью всё сюда. Очень не хотелось бы, чтобы там какая-нибудь Венгрия вступила, знаете. Не прошло. А вот, смотрите, четверо. Я 7 минус, а4 был к Венгер. Венгер хотел реально вступить. Так, Валетта явно союзник Клеопатры, да? О, давайте мир. Да, тут как бы неприятненькое было. Нельзя, конечно, Венгер бы вряд ли что-то сделал, опять же, через одну клетку. Но всё равно, зачем? Зачем портить отношения? Продолжаем союз с Францией. Мне это реально выгодно. Реально, в Африку заселяю. Так, минус 1. Следующим ходом будет минус населения в Милане. Можно ли передать какую-нибудь клетку? О, да, отлично. Банк. Так, в фабрику. Так, я... В Египет отправил одну. Кто у нас ещё там по науке хорошо идёт? 41 теха, вавилон. Но с вавилоном у нас союз, поэтому в Испанию надо. Ну, то есть я не могу союзника воровать. Блин, у него нету... А, давайте тогда Вайхен хоть деньги поворуем. Шпион в Турине. Ну, давайте библиотеку, универ. У нас два опера и балета великого музыканта. Два научных... Две научные ГГшки есть. В общем, эти в Кардип тоже одного бы посла не помешало отправить. Ну, я бы, кстати, здесь кампус уже строил. Бессмысленно гавань делать, раз мы у нас уже тут... Хотя, давайте подумаем, что тут... С промышленной зоной бани сюда можно. А, и промышленная зона на плюс 4 появляется. Кайф, давайте бани сначала. В том, промышленную зону сюда. Тогда как-то... Может, валетту, кстати, захватить? И просто уничтожить? А зачем вот она мне? Я по-хорошему... Ну, вот только в этом городе амбара не хватает. Я амбар могу и за деньги купить. Так, чтобы не мешалось просто захватить, попрокачивать свои фрегаты. Сейчас приплывут. Я думаю, так и надо сделать. А то меня тут чуть палермо не захватили. Ну, правда, опять меня все тогда обвинят за уничтожение города. Это дофига претензий появляется. Даже захват типа... У-у-у, роган четвертой категории. Вау. Около кальяре. И рурочка есть. Так, надо вот это поставить, пока там... Есть у меня несколько... Так, раз мы рурку доделать, давайте... Ну, угольное всего плюс четыре. Видите, тут соседство так себе. Вот тут, кстати, можно не угольную, а потом какую-нибудь нефтяную поставить, чтобы было... Было электричество. Поэтому давайте археологические. Магнус Виктор. Наверное, Амани уже надо взять. Последнюю в Казенцу. Или в Кальяре, или в Казенцу. Последний Гупер. Если он уберет юниты отсюда, с моего острова, посмотрим. Тогда я объявлю войну. Наверное. Так, миссионер нападать не может. А, ну, пошли, пускай он убивает. И вот хочу посмотреть. Просто, знаете, какая защита апостолов Мадрида. Никто не ожидал испанской инквизиции. Часовня Великого Магистра. Наверное, священие, храм, ступу. Что у нас с кампусом? Все плюс один, да? А, вот тут плюс три, кстати. Я хочу сначала до ступы достроить. Ну, тут кампус на плюс три, гуд. Тут, кстати, можно, скорее всего, театралочки поставить. Чувеси у Франции всяких шедевров. Да, убили миссионера. Может, меня отправить, кстати, миссионера все-таки кругосветку доделать? Так, ну что с нефтью? О! Добывается он, как считается? Нет, скорее всего. Давайте искать. Ну, пока я не могу эту нефть добывать, потому что... Она на море. Еще одна, типа, рядом со мной, но на море. Да, это все. Ну, плохо. Конечно, я не могу ускорить, получается, улучшенную авиацию. Не пойду же я в пластмассы ради буровой платформы. Давайте пока экономику. Потом, наверное, в стандартизацию пойду. Как раз сейчас трех мушкетеров сделаю. Третьего, как минимум. В городах, по-моему, развитие. Огонек. А еще вот у меня одна стоит, блин. А, я уже линкор открыл. Блин. Надо было бы фрегат. Мне, конечно, никто угля не продаст. А уголь только у Перикла. А, так вот я что... Слушайте, так может мне реально его пилить, чтобы уголь взять? Ну, он не продаст. Так, хорошо, а где у него уголь? Может мне реально на него нападать? А не на Валетту. Подумаешь? Я ей даже не захватывать, а просто уничтожать хотел. Нафига мне это... Так, а Перикл с кем-нибудь в союзе? Нет. И он воюет еще и с Жоаном. О, так я... С Дидоной могу договориться о вступлении в войну. Да, слушайте, это хороший план, я думаю. Ну, я... Я что и размышлял, будут они отваливаться. Мне кажется, Спарта не должна. Что Казенцы и Неаполь должны неплохо влиять. Посильнее, чем... Тут, правда, столица пела, как столица, сильно должна влиять. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, Риму пора Грецию захватить. Тем более, что это исторично. Правда, происходило это не в 1340 году нашей эры, а намного раньше, но... Когда получилось? Ну, я думаю, что это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Напомню, что спонсоры канала продолжение могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Ну, а для всех остальных продолжение появится завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok